Итак, всем привет, с вами TopGuy, мы продолжаем играть за наше булгарское ханство в Казаршизу. Если вы вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем нашу войну с Австрийской империей. И мы уже очень неплохо ее так пробили, остается буквально, наверное, этими материзованными войсками на юг пройти. В теории мы так можем капнуть саму Австрию, хотя это было бы достаточно сложно. Но по факту мы сейчас будем начинать очень сильное наступление вот отсюда, чтобы вот этим войскам чуть-чуть создать послабление. Потому что, конечно, у них есть шансы окружения вот у этих дивизий, и здесь тоже не самая-самая безопасная у них ситуация. Но мы сейчас начнем давить с юга, и я думаю, у нас все получится. Поехали. И мы тут очень неплохо так пробились в Сербии. Можем сейчас подблокировать вот эти войска. И сейчас постепенно будем прорываться вот здесь, окружая их с севера. В принципе, здесь неплохая группировка, думаю, окружение будет очень даже приятным, солидным. Ну и здесь тоже не стесняемся куда-то варажские войска где-то обойти. Здесь мы сейчас пытаемся где-то блокировать вот эти войска. В принципе, шансы у нас на это есть. Самое главное, побыстрее, посильнее давить с этой стороны, чтобы капитулировать Сербию. Тут какие-то возможные войска удалились бы. Вот видите, тут еще есть, по-моему, Галиция снова восстановилась. Хотя нет. Ну вот и Лирию тоже капнуть было бы неплохо, у них немало дивизий. И я думаю, тогда фронт прям супер посыпется. И вот так, как я и сказал, у нас здесь неплохие шансы выйти. Успешно мы, я думаю, здесь выйдем. А вот и Капсерби. В итоге на севере мы смогли отступить вот к таким позициям. Их мы сможем удерживать достаточно долго, я думаю. У нас в теории могут вот отсюда обойти, но как бы вроде Ишка не должен. Эти территории мы, наверное, удержим. И в это время с юга будем очень активно наступать. В принципе, я планирую в скором времени капитулировать и Иллирию. Избавившись еще от неплохого количества наших противников войск. В Тербии дела стали чуть-чуть посложнее. Все-таки у наших противников реально много дивизий. Керт-Вадиме мы их, так сказать, удаляем. Мы их вайпаем постоянно. Мы их окружаем. Выбиваем им боеспособность, но приходит еще. Другой вопрос, что там очень много ополчения. Поэтому в среднем наши дивизии сильнее их дивизий. Но, конечно, с фронтом это легче сильно не становится. И нас начали штурмовать на севере. Неприятно для нас новость. А еще неприятно новость из-за того, что мы не пробиваем вражеские танки. Потому что у нас все еще нет ПВО в дивизиях этих. Да и в принципе в пехотных тоже. Что-то с этим мы сделали. Ну видите, тут ситуация отличная-то. Мы-то точно победим, но терять дивизии не хотелось бы. Они очень неплохо поработали. Как бы заслужили того, чтобы увидеть победу, так сказать. Но не знаю, не знаю. Будем стараться до последнего, конечно, и защищать. Но тут танки. А против танка приема у нас пока нет. Поэтому я даже им, так сказать, дистанционно выдам, пожалуй, награды. Чтобы у них было побольше шансов. В принципе, это должно им что-то дать. И пора как-то фронт переделать. Потому что у меня уже вот эти войска отсюда бегут на юг самый. Ну как классика фронтов. И эти войска все-таки, судя по всему, будут окружены. Мы, конечно, еще попробуем что-то с ними сделать. То есть, вот так вот как-то. Вот так вот. Чтобы поменьше штрафы. Чтобы побольше атака. И как минимум они заберут за собой как можно больше австрийцев. Хотя, в идеале, конечно, их спасти. Что мы сейчас будем пробовать делать. Но, насколько получится, это уже вопрос. И вот их загоняют уже в две провинции. Конец уже близок, к сожалению. Конечно, наша войска уже подходит до бойцам и богемии. Но, сколько еще там продержатся наши дивизии, неизвестно. Но зато я бегу обрезать вот здесь вот снабжение. Может, это чуть-чуть поможет нам. Но не уверен, насколько. Потому что фронт-фронт-то давится. Достаточно успешно. И у них есть шансы. Одна дивизия-то уже в любом случае потеряна. Как бы, безвозвратно. Но эти три, у них еще есть шанс выжить. Хоть и не полным составом, но они дерутся до конца. Как бы, таким героям, я думаю, у нас будут памятники посвящаться. Тем самым, это стрелкам, порвавшимся в богемию. Заставившим капиталеры сразу несколько стран. И все еще продолжавшим бой до самого конца. Память таким героям, конечно же. И вот, наши еще одни мотострелки пробиваются. Они готовы мстить. Они узнают, что там. Они в окружении, наши ребята. И надо их спасать. Поэтому они рвутся, рвутся в бой. И рвутся помочь. Потому что сюда вряд ли можно прям помочь, прорвавшись. Но вот если... Если-ка заставить капитулировать кого-то еще, в принципе, шансы будут. Тут-то войска. Видите, Иллирии. Иллирии. И тут еще богемии. То есть... Ну, в принципе, можно саму Австрию капитулировать. Но если капитулировать Иллирию, заново богемию и какую-нибудь Венецию, может еще. То вполне себе станет еще проще. Тут уже очередные окружения. В Иллирии наши войска врываются. Здесь везде, где мы можем как-то просочиться сквозь их ряды, мы пытаемся это сделать. И делаем это достаточно успешно. Кстати говоря, конвой начали ходить. Пожалуйста, не ходите. Блин, ну у них есть шансы. Хоть и небольшие. Вот командный ресурс сейчас появится опять. Опять нажмем форус с атакой. Я, кстати, вероятно, нажимаю атаку, чтобы больше урона наносить. Хотя вообще, наверное, стоило бы защиту. Но просто так мы вражеские войска выбиваем. Получше. То есть, как бы, в идеале вообще, наверное, нажимать обе кнопки, чтобы получить максимум статов. Хотя и урон тоже будет, как бы, побольше. Скорее всего. Так что, ну, не идеально, но нормально. И самое главное, мы, по-моему, сейчас успеем... Вот сюда мы, если доходим, то мы их спасли. И наши войска... Успешно... Пробиваются. Пожалуйста, остайтесь здесь. Ну что? Пора мстить вам за ваши ужасающие действия. Наши мотострелки спасены. Можем их вывезти вот сюда, вот этих северных. И сейчас зажмем сами. Сами окружим вот эти вот австрийские войска, которые все это время... Безустанно продолжали атаки на наших ребят. И теперь они сами идут смотреть в контратаку. На как раз-таки вот эти дивизии, которые их все это время окружали. Ладно, делаем вот так, чтобы снабжение им подрезать. Из четырех выжило только три. Но... И то даже не в полном составе. Отличная память нашим героям. Ну и сейчас, по ощущениям, мы заставим капитулировать и Иллирию. Да. Отлично. И Иллирия капнула. Отличные новости, правда. Теперь у Австрии почти не осталось войск на фронте. Потому что в самой Австрии, ну как бы... Уже почти ничего реально не осталось. В бою только 200-300 тысяч. Как вы помните, в начале войны было где-то миллион. Или даже больше, ну принцип, то погибших 1,3. Так что... Да. Где-то полтора миллиона, судя по всему, в идеале их армия состояло. Учитывая, конечно, то, что там люди менялись и отступали, а не только вайпались, то все-таки, наверное, ближе к миллиону, я думаю. Что, в принципе, все еще немало. И карнизон, наши господи, как же они требуют много ресурсов, честное слово. Мы еще и на Гражданском надзоре все это время сидели. Много где, походу. И да, тут есть некоторые проблемы у нас с карнизонами. Эти проблемы в ближайшее время сами по себе не пройдут. Тут мы, кстати говоря, потихоньку делаем всякие фокусы. Значит, и все сделали. Следующий фокус — это объявить военную дот Кавказскому Союзу, которого нет. Я не буду это делать прямо сейчас, потому что есть шанс, что я объявлю войну вместо этого России. К такому я пока что не готов. У нас уже венпавра закончился. Я думаю, карнизоны в этом тоже, да, поучаствовали 500 тысяч. У нас карнизоны почти как регулярная армия. Надо все-таки, наверное, поделать бы военную полицию и сделать гарнизонную, как бы, дивизию. Хотя, как только мы закончим войну, мы, конечно, выделяем арене так и станет чуточку попроще. Думаю, есть смысл перейти на местную полицию, потому что это потребует нас чуть меньше гарнизонов. Да. Да, с нами инпавра хоть и будет чуть-чуть похуже, кажется, с гарнизонами. Но правда в том, что у нас так или иначе не хватает метовок на все гарнизоны. Так что, в принципе, хуже-то уже особо и некуда. И последние дни Австрии. Добиваем мы здесь все эти войска. Ну а сейчас возьмем все Прагу. Тут еще какие-то танки пытаются что-то сделать, но нет, нет. Все, по гейме капитулируют. Вот, какие-то еще дивизии здесь пытаются сопротивляться, но Лугарское ханство покорило себе Австро-Ингерскую империю. О, а Россия и Германия замирились, кстати говоря. Да, с Кимберным договором. А, ну да, Россия, в общем-то, вернулась в эту территорию, кроме Польши. И мир заключен. Кстати, на самом деле, достаточно нормально для Германии. Она теперь зато имеет шансы вполне себе победить здесь. Кстати говоря, да, с США-то, с Россией, что же в Адамаленсе, как вы помните, поэтому да. Но теперь они вообще ни с кем не воюют. Что будет с интернационалом, хороший вопрос. И, смотрите, в Британии выбило Португалию. Мне кажется, потихоньку, потихоньку интернационал должен все еще побеждать. Давайте посмотрим, что по ресурсам у Германии. И вот оно. Послушайте, ну, по ощущениям, потери от Анпанта и от интернационала, ну, как-то... Как-то у всех, на самом деле, небольшие. Вот у... Точнее, интернационала как раз какие-то немаленькие. Ну, Германии вообще плевать, как будто с ее промышленностью. Думаю, она и не заметила потери снаряжения. Впрочем, потери Франции не настолько большие, чтобы она их заметила. Так что... Да, что-то как-то война обычно здесь очень-очень медленно. Ликвидируем, наконец-то, эти танки. И, господи, надеюсь, у нас скоро будет достаточно ПВО, чтобы их в дивизии поставить. Потому что без ПВО с танками, конечно, бороться тяжеловато. И вот уже просто вся наша армия... Так, во-первых, давайте-ка здесь добьем. Вся наша армия. Последние горные укрепления. Австрия тут борется до последнего. Но нет, нет. Никакие форты уже не спасут от нас. Еще авиацию можно сюда... Ну, ладно, там сейчас работает. Но вообще лучше, конечно, в игроку ей поработать. А я-то сюда сейчас придет и... Ну, нет, нет. Австрия. Австрия будет убеждена. Буквально тоже они до последнего бойца сражаются. Они, видимо, вдохновились... Так сказать, нашими вот этими стрелковыми дивидиями здесь, в Богими. Но, к сожалению... Им на помощь уже никто не придет. Но стоит отдать им тоже должное. Дерутся они за каждую провинцию, как львы. Конечно, на этом еще сказано то, что здесь гребаные речки и гребаные горы. Но это уже подробности. И в Токии полтора миллиона с их стороны и четыреста тысяч с нашей. Можно сказать, что два миллиона душ покинули свои тела в этой ужасной войне. Еще одна провинция выбита. И с ней вся Австрийская империя пала. Боже, мы себе забрать все ее территории. И, кроме того, весь флот, что тоже немаловажно. Потому что флот здесь есть. Хоть и не самый лучший, и не самый современный. Тем не менее, нам это пригодится. Я сейчас понимаю, что если я буду воевать с Россией, там будет воевать еще и с Америкой. Ну и там, Норвегия это тоже такое второстепенное. Но вот США это такая немаленькая страна, скажем так. И воевать не очень комфортно, конечно. Ну, наверное, придется. Мы можем мешаться в Вильткрик. А еще мы можем взять и это. Попробовать взять себе у Турции территорию. Я, кстати, был бы вот не против этого. Давайте-ка туда направим одного из наших генералов. Например, вот этого. Вполне себе неплохой вектор нашего развития, я вам скажу. И еще, смотрите, у нас тут есть центр авиации. Это авиабаза алюминия. А это чешские территории можно поразвивать. В принципе, может мы это и сделаем. А вот по территориям, я думаю, мы создаем Югославию. Я не могу себе позволить это все оккупировать. У меня таких ресурсов нету. Мы создаем, конечно же, Венецию. Мы создаем... Я Югославия взяла прям солидный кусок территории, вам скажу. Австрию, Грецию. Блин, ну вообще тоже надо выделять, честно говоря. И Румынию вот так. А там Россия у Финляндии забрала себе некоторые территории. Ну и хоть какие-то территории мы можем интегрировать. Остальное все мы, ну, выделяем. Что нам еще остается делать? Продолжение альянса от Албании. Ну допустим. Что за альянс-то? Непонятно. Когда вид, здесь Российская Республика, так что мне кажется, мы реально Россией обеим войну. Давайте перед этим дойдем вот здесь до конца. Получим еще полтора военобязанных. Это неплохо, учитывая то, что у нас людских ресурсов не так, что и много. Я думаю, теперь уже можно немножко по промышленности вернуться в нормальное русло. И в том числе, то делают наши дивизии. Вот так вот, конечно, мы хотели бы, чтобы они выглядели. Так что ставим. Ну и сейчас будем доделывать то, чего у нас не хватает. А это не мало всего, я вам скажу. А, в Албании мы просто гарантировали независимость и дали друг другу право прохода. Ну, почему бы нет, ладно. Как бы меня это устроит. И я думаю, нечто вот такое мы сделаем для наших огнеметов. Потому что пора бы нам уже делать те самые механизированные дивизии, о которых я вам говорил. Именно ими я бы хотел повоевать с Россией. Авиации у меня все еще нету, как вы можете видеть. Ну, что-то есть, а что-то как бы достаточно дороговато сделать. И также я хочу себе сделать зенитные танки. Я их редко делаю, но они бы мне лучше подошли в мои механизированные дивизии. И что-то такое вот у нас пускай будет на ПВО. Наверное, как-то так должно пойти. Я бы даже, наверное, взял чуть-чуть поменьше огнеметных танков. Ну, посмотрим сейчас. Я не очень уверен, что по стоимости, но они достаточно дешевые. Так что мы их... Ну, сильно много заводов нам на них не надо. Ну, так вот мы можем посмотреть, нам нужно 90 всего лишь огнеметных танков. Ну, факт в том, что у нас их маловато, моторизованная дивизия пока что. Я бы еще их вычел. Тогда, конечно, и количество будет нужно побольше. Ну, посмотрим. Демобилизовала свою экономику и судьбу Галиции решаем, выделяем ее независимой. А что по этим территориям, походу, пока непонятно. И давайте захват Адрианополя. Что это нам делает? В ответ, ничего бы это не дало. Дало мне... Ладно, можно сделать побыстрее КБ. Допустим, это и должно было дать. Так, Галиция. Ой, не очень интересно. А, мы сразу объявим войну, если не отказываться. Ну, отлично, меня это более чем, я думаю, устроит. Давайте они дообучаются, пускай не будем, так сказать, терять лишние... Лишние возможности опыта получить. И авиацию, конечно, мы давайте-ка перебрасываем вот сюда. А, так и саманы еще и на востоке, смотрите-ка, воюют. Как удачно для нас. Ну, сейчас вот эта дивизия обучится, и мы пойдем в бой. И, да, достаточно просто. Конечно, наши уже ребята ветераны австрийской войны, и поэтому какие-то османы для нас вообще даже близко не страшны. Ну, конечно, сады нашей дивизии приятные, приятные, я вам скажу. 262 атаки. Это еще не последнее противопехотное... Ну, не последнее пехотное старяжение. Там будет, я думаю, все еще веселее. Заходим мы к ним, как говорится, к себе домой. Партизаны в салуне. Господи, неприятно. О, османы согласились передать. Как потом ляжет карта. Не-не-не, они должны покинуться с блокад навсегда. Почитание погибших вентик. Просто, просто дали и все. И я качу двигатели, и будем начинать делать истребители. Благо, ну, как бы, рапора. И вот мы можем себе гарнизонные дивизии сделать. Отлично. И мы, таким образом, экономимся немножко людей, пехотки. За... А, нет, даже еще меньше. А, это я добавился к ней, да, окей. И пока что это фигня, потому что мы оккупируем только, по факту, Турцию. Как бы, да, Османскую империю. Поэтому и гарнизоны маленькие. Как бы, здесь все понятно. Но на дистанции, когда у нас будут какие-то большие территории оккупироваться, то там уже, конечно, да, это намного-намного больше даст на дистанции. И начинаем заполнять моторизованные аркеты артиллерии, наша дивизия. Видите, нам ее нужно побольше. Поэтому я бы сделал, наверное, вот так как-то. Ну, нормально, нормально. И военные заводы не при чем строить. Благо, ячейк у нас, как вы можете видеть, прям очень много. А вот ЭК-Опасман. Забираем все их территории, забираем себе их плод. Пролив теперь будет нашим. Я бы, кстати говоря, их взял и полностью оккупировал. Потому что, ну, Булгарская Ханц вот такой вот выглядит достаточно неплохо. Горецок, конечно, тоже сюда было бы, наверное, добавить неплохо. Но это уже недостаточно, так сказать, для наших расходов. Каким-то образом, с Колумбии начала воевать Россия. Но, я так понимаю, какие-то американские компании уже пошли. Да. Тут вот Дуглас. Дуглас МакАртур? Что? Ладно. Будем готовиться, я думаю, воевать с Россией теперь уже. Анатолио, мы, ну-ка, оккупируем. Что я могу сказать, ребята? Давайте позакончим уже, наверное, эту серию. Мы очень неплохо повоевали. Наша дивизия себя показывает отлично. Наши вот эти вот бафы на противопехотную атаку, как вы видите, очень сильно работают. Вот они еще здесь, там 10. Сейчас сделаем наши механизированные дивизии с зенитками, с огнеметными танками, с реактивной артиллерией. Я думаю, должна получиться классная дивизия, которой мы должны очень-очень хорошо повоевать. Ну и наши пехотные тоже не стоит недооценивать. Они тоже очень жесткие. Вот. На этом, пожалуй, все. С вами был ОБГ. Обязательно подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, ребят. Твич, дискорд. Все, как обычно. До скорых встреч. Пока. Продолжение следует.